В летний период медики призывают своих пациентов защищаться от жары несложными способами. Сегодня Аким нашего региона Асхат Шахаров торжественно поздравил тех, кто во время паводка оказывал помощь нуждающимся. Сегодня на областном общественном совете рассматривали коммунальные проблемы города. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. С тепловыми ударами в клинику семейной медицины пока не обращались, но медики все равно ведут с пациентами профилактические беседы и стараются обезопасить их от пагубного влияния жары. Тепловый удар может настигнуть людей любого возраста. Врачи рекомендуют днем воздерживаться от длительного нахождения под солнцем и всегда носить головной убор. Последствия сильной жары могут быть очень серьезными. Необычная жаркая погода, отсутствие вентиляции, теснота, интенсивные физические нагрузки – все эти факторы могут способствовать повышению температуры тела. Если не принимать меры, это может представлять серьезный риск для нашего здоровья. Тепловое истощение происходит, когда организм перегревается часто во время физической активности в жаркой среде. Если температура тела превышает 40 градусов Цельсия, организм теряет способность к самоохлаждению. В итоге может случиться тепловой удар, который может привести к летальному исходу. Тяжелый физический труд и интенсивные занятия спортом и физкультурой лучше перенести на утренние или вечерние часы, когда температура окружающего воздуха не такая высокая, как в полдень. Медицинские специалисты рекомендуют употреблять больше жидкости и легкой пищи, чтобы помочь организму быть всегда в тонусе. Если же появилась одышка, головокружение, обезвоживание или предобморочное состояние, нужно немедленно обратиться к врачу. Можно оказать и первую медицинскую помощь. Для этого нужно приложить к голове холодный компресс, тело и лицо обтереть холодной водой, начиная с области сердца и увести пострадавшего в тень или прохладное помещение. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Помогали всем мирам. Последствия весеннего паводка не оставили равнодушными сотни жителей Актюбинской области. На протяжении двух месяцев люди помогали пострадавшим от стихии. Сегодня наиболее отличившихся наградил Аким области. Слаженность и единство – вот что, по мнению неравнодушных актюбинцев, помогало во время решения общей проблемы. Паводок нанес много ущерба, часть из которого до сих пор не восстановлена. В первых дней подтопления к работе спасателей, полицейских и военных подключились волонтеры, медики и просто неравнодушные жители, которые не прошли мимо чужой беды. Сегодня Аким нашего региона Асхат Шахаров торжественно поздравил тех, кто круглосуточно оказывал помощь нуждающимся. Благодарим вас за смелость, такую ответственную работу. Вы не побоялись оставить личные дела и идти помогать людям. Наши граждане помогают друг другу не только во время паводка, но и в других сложных ситуациях. Желаем вам больших успехов. Одним из активистов является Ерлан Шуенов. Многодетный отец в свои 53 года является начальником противопожарного пункта в селе Коптугай Уиллского района. Несмотря на то, что поселок Ерлана не топило, местные жители пришли на помощь своим соседям из других сел. Была эвакуация, возводили самостоятельно дамбы из песка, предоставляли людям временное жилье. Было сложно, но мы справились. Помогали от чистого сердца, старались вовремя эвакуировать людей в безопасные места. Очень много кто помогал, приезжали волонтеры, люди по возможности привозили продукты, создавали безопасные условия. Сегодня глава региона вручил благодарственные грамоты 14 волонтерам, общественникам и активным гражданам области. Также 4 человека получили госнаграды от президента республики Казахстан Касым Жумарта Тукаева. А еще 6 октябинцев получили сегодня награды из рук президента в Астане. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». В планах у октябинских коммунальщиков привлечение к работе дополнительной силы для расчистки дорог от пыли и грязи в теплый период года. Также продолжаются конкурсные мероприятия для ремонта фонтанов в Ак-Тубе. Эти и другие моменты сегодня рассматривали на областном общественном совете. Экологические проблемы на общественном совете поднимались много раз, но они остаются все еще актуальными. Участники совета в первую очередь отметили важность озеленения города. Немало насаждений вырубаются предпринимателями или жителями города при строительстве домов и объектах бизнеса. Утраченное нужно восполнять. Поэтому сейчас идет активная работа промышленными предприятиями и другими организациями, которые участвуют в высадке деревьев. Хорошие сподвижки в плане озеленения началось. Каз Хром взял обязательства по высадке 3000 зеленых насаждений в виде деревьев и кустарников. Основная масса, конечно, была высажена в районе Батства, нынешняя Аутмурда. По моим подсчетам, я примерно сам не занимаюсь этим озеленением, то есть она рядом и по комиссии. Процентов 60-70 уже есть приживаемость. Это был очень хороший такой показатель, потому что вот за 30 лет ранее, который был, у нас таких показателей, как достижений, не было. Но, тем не менее, цыплят по осени считаем. Надеемся, что осенью мы увидим более картин. И те деревья, которые не принялись подрядчик Каз Хрома, он обязуется их высадить либо осенью, либо следующей весной. Спикеры сегодняшнего собрания отметили, что огромное внимание уделяется сануходу за автодорогами. В летний период очень много пыли, а весной и осенью скапливается грязь у бордюров. К этой работе планируется привлечь дополнительных подрядчиков, которые возьмут на себя уборку определенных территорий. Для этого будет выделена и дополнительная техника – поливальные машины, автощетки и прочее. Подорожание тарифов на электроэнергию тоже волнует актюбинцев. Ну а качество этой услуги говорит само за себя. Свет отключается в городе при первых же сильных порывах ветра и непогоде. Поднять вопрос, задачи, чтобы представили план развития энергетической отрасли области, поскольку в этом году подняли тариф, то есть за полгода дважды был поднято тариф на электроэнергию, в связи с чем мы хотим от них потребовать, чтобы, соответственно, повысили качество представляемых услуг. Поскольку в последнее время, в месяцы у нас часто отключается электроэнергия. Даже вчера, допустим, у которых были те крупные отключения, ну это связано с большой подстанцией, но есть вокальные, по участкам 22, очень много бесходных сетей. Следующий немаловажный фактор – это городские фонтаны. Из 21 фонтана сейчас работают только три. Многие из фонтанов, даже находящиеся на центральных скверах, требуют ремонта уже несколько лет. В отделе ЖКХ по этому поводу провели два конкурса. Сейчас идет обжалование результатов, и подрядчики еще не приступили к работе. Недропользователи – это бизнес-проект, поэтому все, что мы говорим, мы должны получить исполнение. А для того, чтобы мы получили исполнение, у нас должны быть инструменты и рычаги. И данные инструменты, я думаю, самые действенные. Вот сейчас мы будем заниматься всецело изучением и будем уже адаптировать под наших недропользователей. Планы – это одно, отмечают общественники. Будет проверяться и результат работы. К примеру, осенью проконтролируют и те территории, на которых весной высаживали деревья. Тамирис Шумабаев, Ажастан Жубаев, программа «Факт». Процесс переоформления автомобиля в Казахстане стал проще. Операторы спецсонов теперь смогут составить электронный документ договора купли-продажи, который продавец и покупатель, в свою очередь, смогут подписать с помощью специального QR-кода. Сервис был разработан Газкорпорацией правительства для граждан. Новшество было внедрено для удобства и комфорта услугополучателей, также для искоренения коррупционных действий при регистрации транспортных средств. Подделка подписи при регистрации сделки исключена. При обращении услугополучателей сотрудник специализированного в Центр обслуживания населения вносит в систему сведения о продавце и покупателе, а также непосредственно о транспортном средстве. После чего система автоматически формирует электронную письменную форму сделки и выводит на экран QR-код. Отсканировав его, покупатели и продавец автомобиля могут ознакомиться с документами о купле-продаже и подписать его с помощью ВЦП. Напомним, ранее при перерегистрации транспортных средств необходимо было предоставить нотариально заверенный договор купли-продажи автомобиля. Теперь электронный документ будет составляться в системе оператора спецсона. Подписать его можно будет при помощи QR-кода через приложение «Егоф Мобайл». Президент Казахстана Касунжмар Такаев наградил в Акарде активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, сообщает Кастак, ссылаясь на пресс-службу Акарды. Президент отметил, что стихийное бедствие этого года стало одним из самых разрушительных в истории нашей страны. В 10 регионах Казахстана было введено чрезвычайное положение. По всей стране было повреждено более 19 тысяч жилых домов, говорится в сообщении. Как отметил президент, в критический момент наш народ проявил подлинную солидарность. В борьбе с наводнениями приняли участие более 63 тысяч сотрудников силовых структур. В ходе спасательных операций было эвакуировано более 120 тысяч человек, в том числе 40 тысяч детей. Такаев высоко оценил усилия волонтеров и назвал их героями нашего времени. Воплощением подлинного патриотизма и ответственного гражданства. В заключении глава государства выразил искреннюю признательность всем гражданам, участвовавшим в ликвидации последствий стихийного бедствия. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Спутник сообщает, число погибших паломников во время хаджа в Мекку в этом году достигло 577 человек. Из них 323 были египтянами А-60 и орданцами, сообщает AFP со ссылкой на свои источники. Все они погибли из-за жары, за исключением одного, который получил смертельные ранения во время давки, сообщил один из арабских дипломатов из Данию на условиях анонимности. Он добавил, что общие цифры получены из больничного морга в Мекке. Национальный метеорологический центр страны сообщал, что в понедельник температура большей части мечети в Мекке достигла 52 градусов. Как сообщает власть из Савдовской Аравии, в этом году на хадж приехало около 1 миллиона 800 тысяч паломников, из них 1 миллион 600 тысяч из других стран. Паломничество завершится сегодня власти Савдовской Аравии, делают все возможное для снижения эффекта жары. Создали множество зон с регулируемым климатом, раздают воду и дают советы паломникам, как защититься от солнца и зноя. Издание сообщает, что в прошлом году во время хаджа погибло не менее 240 человек, а в самой страшной катастрофе во время хаджа, в смертельной давке в 2015 году погибло более 2000 человек. Костак сообщает, 4-летний ребенок выпал из окна частного садика в Акмольнской области. Ребенок 2020 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, в одном из частных детских садов выпал из окна второго этажа. Говорится в сообщении, мальчик находится в реанимации. Костак сообщает, вспышка бруцеллеза зафиксирована в северо-казахстанской области. Установить ограничительные мероприятия по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории Секла – Гусаковка, говорится в решении местного Акимата. Документ уже введен в действие. Спутник сообщает, счастливым спасением закончился поход на море для двух мужчин Мангоставской области. 18 июня двое молодых людей, жителей Акдюбинской области, 2000 года рождения, отправились кататься на сапбордах. Однако их унесло течением на полтора километра от берега. К счастью, в ходе проведения агитационно-профилактических работ на воде спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС увидели людей, которые просили о помощи. На лодке они были доставлены на берег. Состояние мужчин стабильной медицинской помощи не нуждались, говорится в сообщении. Кастак сообщает, усилен мониторинг Саранчи на границе Казахстана и России, сообщает Пресс-служба правительства. Мониторинг усилят на приграничных с Россией районах Кустанайской и Акдюбинской областей, сообщил председатель комитета госинспекции Дархан Абдикаримов на заседании Центрального оперштава по борьбе с Саранчой. В частности, в зоне риска, Текибийский район Акдюбинской области, штаб-квартиру регионального центра управления по борьбе с Саранчой решили перенести в этот район. Приводятся данные, что на сегодня проведены нужные мероприятия на площади 1,3 миллиона гектаров, или 51% от прогнозируемой. Химическая обработка против итальянского прусса проведена на площади 920 тысяч гектаров земли, или 44% от прогноза. Из них в Акдюбинской области обработано из 431 тысяч гектаров, или 93% необходимых площадей. Кастак передает Западно-Казахстанской области технически обследовано 4 тысячи 3 из 5 927 потопленных объектов, сообщает Министерство промышленности и строительства. Таким образом, обследовано пока только 67,5% потопленных домов. Кастак сообщает, из-за технического сбоя сдачу единого национального тестирования перенесли в Алматы. В связи с техническими неполадками на стороне партнеров Юстадис сегодня, 19 июня, в городе Алматы-Енты переносится на другой день, говорится в сообщении. Первый поток перенесен на 23 июня, второй поток на 30-е. Спутник сообщает, усилены меры безопасности во время саммита государств шанхайской организации. Сотрудничество могут поменять режим работы для некоторых жителей Астаны, сообщили в Акимате. В целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и в квази-госсектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы, указывается сообщение. На эти дни добавили в Акимате, 3-4 июля также планируют закрыть дошкольные учреждения. Саммит шосс пройдет во Дворце независимости на левобережье Астаны. Сегодня в нашем городе провели тренинг по развитию медиации в сфере межэтнических отношений. Сегодня на городском форуме отцов обсуждали проблемы семьи и гражданского общества. А в городском Доме культуры представили уникальную выставку изделий ручной работы. АВИА СЕЛСКИЙ ЗЭТ Арзан АВИА Билеттерын здеу жиесе. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Сіз жайғана жарнама беріңіз келеме. Күрделі прайссыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізден сіз женілесет тетя аласыз. Небары үш жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сұйымен. Рика медиа топының жарнама қызметімен ойыңызды қасыбыңыз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныз, дұрыс шешім. Анықтама телефона 2220-207, 222-36. Расширьте возможности ваше рекламы. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете Эврика. Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы Рика. Звоните 220-250-222-300. Рекламная служба Медиагруппы Рика. Вы смотрите программу «Факт» на Рика ТВ и мы продолжаем. Сегодня в нашем городе провели тренинг по развитию медиации в сфере межэтнических отношений. Специалисты этой области рассказывали участникам, как предотвратить межэтнические конфликты, проводить соответствующие мероприятия, работать с широкой аудиторией. Медиация в межэтнических отношениях важна, и она зачастую помогает в предотвращение разного рода конфликтных ситуаций. Мероприятие привлекло порядка 30 слушателей. Сегодня на тренинге затрагивали вопросы развития институтов гражданского общества, разъяснения государственной политики, ценности идеи мира и согласия в обществе. Что значит быть отцом и какова его роль в обществе? Сегодня такие темы разбирали на городском форуме отцов, который был поддержан общественными организациями. Мы проводим городской форум отцов при поддержке Асланинского районного акимата и центра Бахтоводбассе. Участвуют отцы-активисты и отцы, которые воспитывают детей в одиночку. Мы разъясняем правила безопасности детей в летний период и в целом обсуждаем актуальные вопросы, касающиеся семьи. Также знакомимся с программой «Отец года» 2024-2025. Благодарственными письмами были награждены отцы-одиночки, которые самостоятельно воспитывают детей и участвуют в общественных мероприятиях. Участники форума поговорили и о планах открытия аллеи отцов, которая будет расположена в районе Астана и станет местом семейного отдыха. В городском Доме культуры прошло мероприятие, посвященное Дню Айцов. Мастера представили уникальную выставку изделий ручной работы, а на сцене гостей ждал праздничный концерт. Отец опора семьи. Под таким названием сегодня прошло праздничное мероприятие ко Дню Отца. В нашей стране он отмечается в 3-е воскресенье июня. За последние годы в Актюбе появилось очень много активных мужчин, которые с радостью участвуют в общественной жизни города. И сегодня 19 образцовых отцов наградили благодарственными письмами Акима Актюбинской области Асхата Шахарова. Поздравляю всех мужчин, всех отцов с таким праздником. Желаю много успехов в работе и семейного счастья. Я сегодня участвую в выставке и представляю работы, выполненные из костей. Каждая работа имеет свои значения и не предназначены для почетных гостей и членов семьи. Такой праздник хочется напомнить людям значимость семьи в обществе. Алмаз Сарин работает учителем художественного труда. Свою профессиональную деятельность он превратил в хобби, которое приносит дополнительный доход. Уникальные вещи ручной работы радуют глаз. Он использует кости животных, из которых готовятся традиционные казахские блюда. Здесь представлены картины и статуэтки из кости жамбас, тазобедренной части коровы. Помимо этого праздничная выставка собрала и других мастеров, которые делают посуду, шкатулки из дерева. Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». О спорте. Сегодня в швейцарском Нионе состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов, передает вести Киезет. На этой стадии Ордобасы сыграет с кипрским Апоэлом, если в первом раунде пройдет молдавский Петрокуб. Первый матч первого отборочного раунда пройдет 9-10 июля в Казахстане, ответный 16-17 июля в Молдавии. Первый матч второго отборочного раунда состоится 23-24 июля, ответный 30-31 июля. Напомним, в прошлом сезоне Ордобасы впервые в истории стал чемпионом Казахстана и этим самым получил право выступать в самом престижном клубном турнире под эгидой УЕФА. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Осквернение и загрязнение, порча и повреждение, общественного и просто чужого имущества, зданий, памятников, в транспорте и в других местах, в одиночку или в толпе, из-за хулиганских побуждений или просто от бескультурья – все это вандализм. Вандализм – это оскорбление граждан и преступление, которое казахстанцы больше не намерены терпеть. Новые поправки законодательства, статьи «Вандализм» и «Мелкое хулиганство» в разы ужесточено наказание. Штраф до 200 тысяч МРП, общественные работы до 600 часов, ограничение или лишение свободы до трех лет. Потому что это наш общий дом. Скажем стоп вандализму. Уважайте других и себя. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300.